Итак, давайте встречать гостей нашего шоу. Это Вероника Ким, Мадина Байболова и Зи. Всем привет, здравствуйте. Так, добро пожаловать, спасибо большое, что согласились рассказать сегодня свои постыдные истории. Спасибо, что позвали. У вас же постыдные истории. Наверное. А истории, я думала, стендап. Да, смотрите. Да, у вас никто не спрашивал. Так, смотрите. Шоу заключается в том, что вы сейчас должны будете рассказать какую-то свою постыдную историю, за которую вам было неловко, стыдно, неудобно, и где вы испытывали максимальный кринж. И вообще, возможно, знаете, вот это было состояние, когда ты хочешь провалиться под землю, и просто не знаешь, куда себя деть, и думаешь, о, надеюсь, это еще и никто не снимал. Вот, что-то типа такого. Автор самой неинтересной истории, самой мягкой, такой, лайтовой, тот будет выполнять какое-то задание. У нас там вот есть карточки, там есть очень много разных заданий. Чтобы была еще одна постыдная история потом, да? Да. Такие задания. Мы просто запускаем эту цепочку плохих. Я хочу спросить, ты тоже у тети Гули стрижешься? У нас один парикмахер, да? У него одна прическа, кажется. Для всех просто. Да, или вы оба лысые, и там просто у гримера одинаковые парики. Так, ну, вообще, в целом у вас как дела? Как настрой? Просто это, ну, я сзади смотрю, это как будто мой дублер. Знаете, фильмы, когда, блядь, основной актер и сзади вот так. Да, когда вот эти фотографии, где Брэд Питт кушает со своим дублером. Да-да-да, где он сзади похож, а с передней. Красота. Я что могу сказать? Это немножечко нечестно получается, потому что со мной комики соревнуются. там, like, excuse me. Вы, типа, смешные, профессиональные, вот это бабки получаются, а я просто смешно выгляжу. Как бы это наша разница. Ага. Поэтому заранее ржем как можно больше над моими сутками, окей? Мы будем поддерживать. Да нет, ну на самом деле мы… И парик у меня лучше. Да. Он из конского волоса. Так, ну смотрите, я для начала просто дам какие-то небольшие вводные. Я просто расскажу свою историю. Она такая небольшая, она недавно со мной произошла. Я недавно здесь снимал стендап-концерт. И прямо перед стендап-концертом я пошел покушать. Прям вот это вот кафешка, которая сверху. Я пошел туда поесть. И я поел. И потом решил зайти в уборную. Я захожу в уборную. А там уборная такая, где вот знаете, когда в заведениях и мужчины и женщины в один туалет ходят. И я не люблю такое. И я захожу в кабинку, и там прям кто-то много сделал. Ну, до меня кто-то прям много. И мимо все. Нет, нет, там все в яблочко. Просто, просто много. Знаешь, как будто это не один человек. Как будто это был какой-то челлендж. Я даже начал искать надписи, вот. И я смываю, и оно не уходит. Там еще разное было, да? Я смываю еще раз, и оно не уходит. Вот эта змея, она на меня просто смотрит, но и… Я еще раз нажимаю, и она не уходит. И я такой, ну окей, не судьба. И я выхожу из кабинки, и стоит девушка, и такая… А-а-а! Это же вы! Мы как раз идем на ваш концерт! И заходит в кабинку. Я не успел ничего сказать. Я такой… Знаете, когда вот это вот… Тебе нужно быстро что-то сказать… А-а-а! И дверь закрылась. Я… Весь концерт. И я, знаете, я выступаю, я такой… Вы знаете, я такой человек, она такая… Мы видели какого-то человека. Я себя единственно утешал тем, что… Она, скорее всего, выйдет же тоже из кабинки. И, скорее всего, она кого-то тоже встретит. Вот. Но потом мне стало страшно, потому что она же могла сказать, это Галым. Не, а прикинь, она заходит в туалет, видит это… Спускает тебя, она с первого раза уходит. И такая… И такая… Почему Галым так не сделал? Да. Там нужно было четыре раза. И это… Конечно, это вообще кошмар какой-то. И все, хорошо. Ох, блин. Конечно. Вот. Вот такая вот история. Мне за нее стыдно, потому что… Ну, хотя я сам и это ничего не делал, но… Я не справился с задачей. И поэтому мне было как-то стыдно. Хотя я реально ничего не делал. Я бы хотел найти эту женщину, просто чтобы сказать, это не я. Вот. Собственно, такие истории сегодня будем рассказывать. И давайте начнем с кого… С кого мы начнем? А что получает победитель? Прости, пожалуйста. Что получает победитель? Вот. Мы поняли, что мы будем наказание делать, а что? Смотрите. Победитель, он просто отсюда уходит и не делает задание. Проигравший делает задание. Ну, это надо спонсора, чтобы приз какой-то был. А самое жесткое задание, которое там есть, можно? Нет, смотри. Победитель, он вытянет задание для проигравшего. Вытянет рандомно или выберет? Какой ты коварный. Нам нужны детали. Хорошо. Он, короче, он выберет. О, классно. Это и будет мотивация. Давай так. Это интересно. Я так вижу, у вас какая-то личная неприятность. Мы за парик просто дрались. Давайте поаплодируем Мадина Байболова и ее истории. В общем, это было в универе. Было посвящение первошеств. Знаете, эту штуку, когда все собираются, празднуют, что они поступили в университет. Я уже была на втором курсе. И я училась на айтишника, и у меня на потоке все были такие скромные ребята, знаете, которые не тронутые Алозаннской долиной, вот эти, знаете? В смысле, не пьющие? Ну, вот эти, которые... Нет, мы по Алозаннской долине пили вот этот вино, когда не вот так пьешь, а вот так, типа... Вот это из пластиковых стаканов, которые мягкие. И даже стаканчики такие пластиковые. Да, которыми еще почему-то чокаются. Чокаются, и они сминаются просто, как краш-тест просто стакана. Которая не ресторанная, а столовая вот называется, вот такое вино. Короче, они вот таким вином не тронутые, такие вот, ну, скромные ребята, короче. А я, понимаете, я с Павлодара. Я в 20 лет тогда, ну, я не начинала, я уже заканчивала пить, знаете, я такая, бля, надо завязывать. Вот, и, короче, я была опытная, типа, по впискам. Тебя уже подруги называли мать. Да, 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 да. И я была опытная по впискам, вот это все. И я, короче, вызвалась организовывать это мероприятие. Я очень сильно потом пожалела об этом. Но у меня, кстати, сколько я раз была, у меня никогда ничего такого криминального не было. Там, типа, максимум кто-то перепил, вот. Что было дальше, я к этому не была готова. И, в общем, я купила там пиво, вино, кальян заказала. Все, все собрались и... Без еды. Ну, с едой, ну, студенческой едой, знаешь, которую лучше бы сама сделала. Сколько им лет было? А? Сколько им лет было? Ну, щеглы, которые только поступили в универ. А, ну, значит, закон нарушала, да? 18-17. А ты была на втором курсе? Да, не было там уже 19, но тебе по 20 лет. Можно бухать, может, с 21, но... Да, 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 с 21. Все, камера фиксирует. Мне нравится эта война париковых. У нас не такая классная прическа, чтоб так из-за нее топить, понимаешь? Короче, и все сначала началось прикольно. Типа, конкурсы, все друг с другом знакомы. Конкурсы? Прикольно. Ты вела конкурсы? Ну... Ну, блядь, ну... Нам нужны объяснения. Типа чего? Ну, там... Типа, попрыгать на шарике? Ну, такие... Да, ну, блядь, надо. Я еще в Арифлейме работала. Кто выиграл в конкурсе, получал под меня ветку. Мне кажется, это ты получала. По сути, это была вечеринка, это был корпоратив. Ну, типа, да, студенческий корпоратив Кирвашей. Нет, это корпоратив Арифлейм был. Да, да, да. Я потом их собирала. Все вечеринка закончил. Ты их собрала, и такая точно золотая лестница будет. Да, да, да. Гриллиантовые директора. Да, и что там у них? Ага. И, короче, все сначала началось классно, прикольно все друг с другом. И я такая, типа, крутая, типа, опытная. Говорю, ну че, давайте начнем. И там человек такие, ну блин, мы никогда не пили. Я такая, да ладно, че я же с вами, все нормально будет. И я и начинаю пить, а там вот алкоголь такой был, студенческий. Который я описала, да. Который очень быстро торкает. Да, да, да. Которым ты не смотришь на количество тонинов. Ты просто говоришь. Да, да, да. Нас торкнет. Нет, который ты вот так быстро пьешь, чтобы не чувствовать вкус. А, мимо рецепторов. Да, 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 да. Чтобы сразу. Вот это, как есть, таблетки, когда глотают вот эти люди, которые. Да, вот такой алкоголь. И там что-то первый бокальчик, второй, третий, четвертый. И я смотрю, как все как-то начинает выходить из-под контроля. И это только ты. Да. И, короче, и знаете, уже вино закончилось, уже водка откуда-то появилась. Знаете, это стадия, когда уже закуска закончилась, и вот эти все бортики от пиццы доедают. Твари сидят. Вообще, у вас там пицца была, у нас была лепешка с майонезом. Вот такая... Я вот такие вписки помню. До сих пор по тебе видно, что когда-то... Это тоже из-за волос. Это тоже из-за волос. Это, понимаешь, они завидуют, что у тебя... Не, я вообще не про вес, я просто... Они завидуют, что ты можешь делать вот так. Да нет, я же сама... Да не надо уже все. А где была вписка, я хотела спросить. Я... Короче, это было на квартире. До сих пор помню, по Туркистану. Я, блин, никогда не забуду этот адрес. В Астане. В Астане, да. Я училась в Астане. И, короче, все начинают выходить из-под контроля, все уже пьяные. Вот это очень хорошее описание. Мне кажется, вот когда начинают доедать вот эти корочки пиццы, это уже все. Надо... Это конец. Знаете, когда вот этот сахар начинают распаковывать. Знаешь, вот это, когда ты не знаешь, где твой стакан. Да, уже все вот так. Мне когда говоришь, можешь мне чуть подлить, перелить со своего. Вот это начинает. Когда ты вот эта алкогольная чайка. Да, да, да. Знаешь, еще в начале ты блесгуешь, ты такой, извините, это мой стакан. А потом ты уже просто со стола слизываешь. Да, да, да. Вот так. Да. Короче, и вот эта вся ситуация, и в какой-то момент встает девочка. Она была очень такой полненькой. Ага. Тоже лепешки. Была полненькая. И она встает и начинает засасывать каждого присутствующего. Там девочек, мальчиков, всех. У нее фантомных людей просто. Она начинает как… В смысле, просто подряд? Да, вот ко всем подходить. Знаете, как игра Пакман, когда вот это… Всех закладывала, блядь. Вот она так начинает ходить. Ты-ды-ды-ды-ды. Ты-ды-ды-ды. Ты-ды-ды-ды. Все, она там максимальное количество очков выиграла, все. И она открыла ящик Пандоры. Потому что, знаете, вот этих ребят, которые типа отличненькие, которые себе все держат, и они, блядь, все просто расчехлились. Началась… Все начали обжиматься, сосаться. Типа парфюмер начался, да? Последняя сцена в парфюмере началась. Я говорю, я никогда с таким не сталкивался. Я максимум на вписке. Я думала, что я крутая, но я такого никогда не видела. Жизнь, я, блядь… Да, у тебя еще два конкурса не отыгрывают. Да, да, да. Я такая, блядь, вы отошли от программы. Сейчас подождите, еще карандаш в бутылку будет. Побойтесь бога, ребята, короче, вот так. И они начинают… И, в общем, там кто-то разил посуду. Началась какая-то драка. И самое странное, что кто-то оторвал крышку от стиралки. Я не знаю, зачем, блядь. Я подумала, может у кого-то типа дома нет крышки на сковородку. И они такие, блядь, давай вот эту возьмем. И, в общем, я и там, кто ребята постарше были, мы два часа их всех успокаивали. Я девчонок умывала, мне потом самое хотелось помыться от всего. И пацаны там, пацанов успокаивали. Кто-то уснул, кто-то домой уехал. Все, вроде бы все устаканилось. И мы вот остались сидеть покрепче и поадекватнее. Я сижу. И, короче, со мной был пацан, который… Знаете, он меня как маму воспринимал. Он реально, он такой, я тебе доверяю. Короче, я с тобой пойду. А я еще говорю, да нормально, нормально. И он сидит, бледный. И начинается, ты знаешь, когда человек вот так… Вот так начинает делать. Знаете, когда… Это в смысле к чему? Когда человек бледный, пьяный сидит и вот так начинает… Вот так делать. А что он хотел? Ну, его, походу, начинает тошнить. А-а-а. И я смотрю, думаю, бля, ни к чему хорошему такой глубокий вдох не приводит. И я ему говорю, пойдем выйди на балкон, ты подышишь. Там, короче, было… Обычно это вот такой вдох. Да-да-да. Да. И там балконы были открыты, но внутри квартир. Мы выходим с ним на балкон, он вроде продышался нормально. Я говорю, все нормально? И он говорит, да. И в этот же момент начинает блевать на нижний балкон соседский. А там на нижнем балконе стояла сушилка с бельем. И он просто… Я говорю, хотя бы в сторону нету, он прям на нее, короче. Подожди, как точно… Ну там сушилка большая, да, прям… В смысле, она выпирающая или… Внутри балкона. Нет, вот балкон, он был как бы на уровне. То есть, если он наклонился, то он прям вот над этим балконом. То есть, они немножко выпирающие были. Кошмар. И там сушилка стояла. И он прям… Я думаю, блядь, такое все успокоилось. Еще новая история какая-то. И я, короче, выхожу всем рассказываю. Мы уже подвыпившие. И мы решаем взять ведра, налить туда воды, замешать… То есть, он заблевал одежду? Да. Мы решили… Ее постирать. В ведрах развести порошок и постирать. А самое странное, что… Это лучшая реклама порошка, мне кажется. Нет, еще как мы порошок покупали. Мы пошли в тот же магазин. Знаете, это магазин, в котором… В смысле, вы еще и вышли? Да. В котором алкоголем покупали вино. Это очень странно. Я не знаю, что продавец подумал. Сначала мы покупали алкоголь. Потом через 7 часов приходим и говорю, можно нам три порошка? И, короче… А вы еще не уточняли? Типа, это автомат, а можно этот на расстоянии мыть? И, короче, мы поливаем чужой балкон с ведер. Это Астана. Это уже конец осени. Очень холодно. Это вообще не помогло. И это все еще заморозилось на этом белье. Мне кажется, оно замораживалось, когда летело. Да, да, да. Просто сосульками стреляли. Знаете, в Том и Джерри серии, где там они заморозили пол и катались на коньках. Вот балкон в это же превратился. И, короче, ну, знаете, когда вот так смотрели, мы отражение видели свое. Лед такой был. И, короче, мы такие, что делать? И там один пацан был, он уже был на четвертом курсе. Он такой, типа, старшак. И он был на машине. И он говорит, у меня в машине есть автомобильный трос. Поехали. Давайте, мы его. А он вообще… Его еще больше разморило, что он… Вроде бы он проблемался, но его еще больше, короче, разнесло. И он просто вот так лежал. И он говорит, давайте его привяжем тросом. Спустим его, пускай он это белье, короче, соберет. Мы его постираем и вернем обратно. Погоди, а он же… Вот без создания. Да, да. И мы на него смотрим, думаем, ну почему нет? Ну почему? Вы просто хотели на него еще много крючков вот так вот сделать? Да, да, да. Чтоб он просто вот так зацеплял. Знаешь, как миссия невыполнима? Тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Один, то есть вариант спуститься вниз… Здравствуйте, извините, наш друг… А у них же стиралку выломали дверь. Это дальше еще будет. И, короче, мы такие… Мы его берем за… А он пацан прям такой хчупленький, худой. И, короче, мы его привязываем… А он на двенадцатый этаж был. И мы его так берем за ноги, за руки… И вот так сбрасываем с балкона… И он в воздухе очухался и такой… А-а-а-а… Начинает орать… И мы ему с балкона орем «Собирай белье». Он так… И мы его так спускаем типа… И он просто вот так вот, да? Да. И он вот так. Он проснулся скалолазом просто. И, короче, и он так орёт. Мы ему говорим инструкции, и в этот момент выходит сосед на балкон… И вот так смотрит, ну прикинь, у него балкон во льду, белье в блевоте, еще какой-то пацан на автомобильном тросе висит, и он уходит, и этот пацан ему прямо на уровне глаз, но они вот так встречаются взглядом, и мы таким, я не знаю, зачем, мы его начинаем обратно тянуть наверх, и он просто вот так. Я бы охренилась, если он в следующем блевану на него. Типа контрольные. И короче, он поднимается к нам, но там, блин, хорошо, что там был молодой парень, и он нас понял, и я ему говорю, мы... Он еще говорит, а, ну и так заблеванное было. Я его поэтому и постирал. И вы не первые такие, блин, вот так. Кошмар. Он такой, что сегодня четверг? Это нормально. И, короче, я ему говорю, мы вам все постираем, но у нас у стиралки нет дверки. И он такой, блин, вы вообще, что за люди? И, короче, вот то, что я сказал, мы постираем, он сказал в том, что мы просто в его стиралку сложили. И вот так включили программу. Хотя бы у вас порошок свой был. Да. И, короче, ну да, мы ему, кстати, порошка дофига оставили. Потому что ведра не помогло. И, ну, он потом с нами сел за стол, короче, поугорал, он сам нормальный был. И на следующий день мы все приходим в универ. И тот пацан, короче, приходит, он, я еще раз повторю, он мне очень сильно доверял. Я для него прям была пример. И он ко мне подходит, говорит, блин, я вчера так, кажется, перепил. Я говорю, да, блин. И он говорит, бля, я не помню, что в конце было. Я такая, ничего, просто ты... Ты набухался, обвязал себя автомобильным тросом и спрыгнул. Я такая, ничего, просто спать лег. И он такой, блин, ты, наверное, меня спать уложила. Блин, спасибо тебе большое. Я такая, нет за что. И он говорит, я так первый раз напился, и я помню, что я спал, и у меня очень сильно кружилась голова. У меня такого вертолета никогда не было. Я такая, бля... А он там круст, не хочешь себе? Да, 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 он... Я такая, ну, бывает, бывает. Это Лозанская долина. Да. И он, мне кажется, вот мы сейчас снимем, он, наверное, первый раз услышит всю версию истории. Потому что для него он просто сходил, как бы уснул. И все. Браво, давайте поаплодируем. Это была постыдная история Магины Байболовой. А квартира, в итоге ты ее... Короче, да, я еще в квартире оставила свое удостоверение в залог. Но потом... И сейчас ты без удостоверения. И как-то мы, короче, закрыли хозяйке ее стиралку. Как-то мы ее отремонтировали. Нашли эту крышку. Просто вот это, знаете, когда в машине же, когда стекла нет, пакетом вот так... Да, да, да. Перетягивали. И, в общем, как-то мы уладили вопрос. Я там, честно говоря, не участвовала. Там пацаны сами разобрались. И вот тоже кого-то... Вам не нужен автомобильный трос? Можем вам оставить вместо стиралки. Короче, как-то они порешали. Я это не знаю дальше. Все, вот такая история. Мне за нее стыдно очень сильно. Но это уже были балконы выпирающие, да? То есть как будто на проекции... Ну да, но он просто... Видите, в Астане же очень ветрено. И плюс мы его не вот так спускали, а вот так. Блин. Он был вообще... Он был очень легкий, да? Была же игра тогда? Раз. Блин. Мы вот так такие. Мы его вот так за ноги, за руки и... Да. Офигеть. Обычно так плавать учат, а вы такие... Летай! И он такой... У него догон был без алкоголя, блядь. Да. А у него какое потом прозвище было? Не знаю. Мы старались больше не поднимать эту тему. Я такая, все нормально было. Бэтмен назвала бы его. Когда он цепляется этой штукой. Я бы назвал его Растишка, потому что он летал во сне. Все. Все, давайте поаплодируем. Магина Байбол. История Зи. История Зи звучит как какой-то фильм, знаешь. Как история Пи. Жизнь Пи. Да, жизнь Зи. История Зи. Я... Окей. Дело было в Штатах. Я весь сюда поехал. Весь умный на стипендии, все дела. Короче, для контекста я из маленького города, где... Ну, у моих родителей бабок нет. То есть, единственное, что у них было, это они умели что-то хасить, что-то нелегальное делать, на стороне шабашку делать и то есть вот так как-то они пытались что-то что-то... Простите, а есть нормальные слова? Шабашка. Сори. Просто ты что-то очень... Шабашка, это битва к стрессу какая-то. Вы что, не знаете, что такое шабашка? Я на шабашку как для ведьм. А-а-а... Брал, look... Народ. Оторваный от реальности. Я не знаю. Короче, шабашка это... Когда ты на стороне делаешь деньги. Ну, типа доп к основному заработаю. Типа колым. Просто кивай и делай вещи, чтобы мы понимаем. Короче, бабла нет в семье и у меня тоже нет. Я получаю стипендию 150$, это был универ, город Чикаго, огромный город, все супер дорого, то есть элементарно сходить куда-нибудь потусить, это уже половина стипендий, 75$, я такой, и почему-то тянет именно тусить с богатенькими, когда у самого денег нету, и я там задружился с... Ты вот этот был, который, бля, я закину потом. Да-да-да, один из этих людей был. Ты вот этот, который счет когда приносит, он в туалет уходит. Да-да-да, я такой, слушайте, мне нужно пойти в обменку, обменять свою валюту, вот такая история у меня была. Ну вот, и жил в общаге, и все, все, то есть это был первый-второй курс, второй курс, и я помню, мы все жили в общаге, и эти богачи тоже жили в общаге, дети богачей, и у них, соответственно, денег куда больше, чем у меня, и они когда меня... Да нет, ну у них комнаты были VIP, у них там все-все-все было, у каждой типа сольная, я пока там с тремя-четырьмя там, один пердит, один там что-то храпит по ночам, они там свои, у каждой типа сольный, sweet, все дела, и этот... И... Подожди, у них конфетки были? Сольный, sweet, сольный, соло, соло, а, одноместный номер, вот. А, да, да, да. Мы, мы еще не взяли задала ключ, а мы просто на богатом не понимаем. О одноместный… это нормально. И комната. Да. И они меня… Нам что там, по 20 лет? Я представляю, как ИЗИ приходит на вокзал в кассу, и он не купе, говорит, а может мне это, лакшери... Екатерина такая, блядь, купе, ну, лукшери. Можно лукшери веган? Президент можно? Окей. Хорошо. Вот, короче. И однажды они меня зовут на тусовку, и там, короче, вот... Все же, вот то, что в американских местах видите, что они ходят группками, это всё правда. То есть нет такого, что мы все такие, мы все друзья, но-но-но, они все ходят. И в каждой группе есть друг благотворительность. Вот с кем они дружат, тупо ради благотворительности, чтобы выглядеть нормальными. Я, мне кажется, в моей голове тогда казалось, я их черити кейс, я вот их кейс благотворительности. А из Азии, с хуйпами какой страны, они Кыргызстан, Стан, у них Пакистан, Курдистан, там, Корея, что-то такое. А Багестан вот это вот. Да-да-да, вся вот эта сцена. Плюс у меня ДЦП, и у меня на тот момент гордости как такого не было, мне было похер. Я говорю, я получаю бесплатную выпивку, я получаю там, это, тусовки, которые... Они, короче, как Netflix. Да-да, они меня просто взяли, вот the fuck, окей. Они такие, нам нужен, нам нужно вот это содержание. Да-да, не важно кто, главное, чтобы вот этот, квота была. Вот я был, типа, друг по квоте. Они, знаешь, чтобы в этот клуб альфа, бета, гамма попасть, чтобы их в тусовку впустили, нужно, чтобы они такие, просто показывают тебя. Да, один чёрный, один инвалид, один, там, это, да, вот я был одним из этих людей. Но мне гордости не было, мне было похер, я был готов даже, не знаю, там, горб засунуть в спину, чтобы квазимотать, да? Вообще было похер. Я получал бесплатные тусовки. Вообще было срать, честно говоря. Типа, как и что. Ещё и с этим париком. Да. Вот. И этот, и вот однажды за ним зовут тусить, я говорю, конечно пойду. Как раз там чисто около 10 долларов в кармане было. Короче, деньги у меня не вводились, я даже не умел зарабатывать в штатах. Вот, и мы идём, мы гуляем, все дела, и там, и букло, и всё остальное. Нам по 20, то есть нелегально. У нас ещё был такой универ, он был строгий. То есть на кампусе, вы вне кампуса что угодно могли делать, вообще было срать универу. Если что-то проходит на кампусе, у них там, типа, репутация, аж репутация, вот это всё дело. И если что-то происходит, то там сразу резко это смотрят. Или ты там отбываешь какое-то наказание, или тебя отчисляют. Ну, когда похер становится, мы там бухаемся, дела, гуляем, и в 2-3 часа ночи возвращаемся. А у меня, я не знаю, я когда начинаю пить, у меня сразу, я для них экзотика. Я выгляжу как китаец, но говорю на русском. Я там, ну, персонаж такой, им прикольно, я как аксессуар такой, Биркин, да, который вот так вот они возят. Как вот эта маленькая собачка. Да, 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 да. Которая маленькая и тоже живет. Из сумки выглядываю, когда надо. Типа, всё. Я такой, я отработал своё, и тогда пойду. Вот. И знаешь, они ещё некоторые такие, ооо, какая милота. Можно его покормить, покормить? Можно его? Я такой, да, на колене такой. Их азиаток нет, у него по расписанию питание, не надо его кормить. А в Штатах есть три вида азиата. Азиаты, которые, этот, обкуренные, ничего не понимают. Азиаты из рандомных стран, вроде моей. Ну, для Америки рандомные. И третьи, которые, как такие ручные азиаты, типа, ты можешь мою домашку делать. Они, типа, умные, умные азиаты. А азиаты в Америке, они же, типа, такие все, немножко спокойные. Они, там, слушают, там, законом. Ну, то есть, их называют эти, граждане-модели. Ну, типа, вот так нужно себя вести, вот так себя нужно. И, типа, очень часто азиаты не понимают, нам быть на стороне чёрных или на стороне белых в конфликтах. И мы, типа, мы вроде там, но вроде бы мы не такие, у нас вроде бы глаза другие. Ну, вот так вот. А я такой, ну, вот, я вот этот друг благотворительности. И мы возвращаемся, и у меня, я когда выпиваю, у меня начинается караоке-сессия. Я вспоминаю все песни, русские песни из нулевых. И моя корона, я всегда, когда караоке идут, это блестящее «Ай, я всё летала». Забождаю. И у меня тут начинается. Ай, я всё, на весь кампус. Возвращаюсь, я просто ещё меняю голоса, типа, из блондинки в Жанну Фриске. «Нам не нужно, ну что же». Я говорю, одна группа, вы ни хуя не знаете слов, слушайте мое шоу. Мы идём, и мы все живём в общаге. То есть, там, младшекурсники живут в общаге, они не живут... То есть, на третьем чётном курсе дают на квартиры. Типа, ты можешь снять квартиру. И мы все идём, и одна девчонка, она жила со мной в одной общаге на одном этаже. Я помню, когда мы собираемся выходить, она такая, она постоянно теряла свой ID. А вход в общагу, помнишь, в этой карточке? Айди мы знаем, айди мы знаем. Да, вот. Это такая пластиковая карточка. Вот. И я говорю, ну ты можешь оставить, у меня глубокий карман, нормально всё, вместе зайдём всё равно. Он такая, окей, оставляй. И мы возвращаемся, и тут... Смотри, глубокий карман, ты её в кармане пронёс. Нормально? Свою карту. У меня глубокий карман, хорошо. Что-то I don't get it немножечко. Да, окей. Это... Парик жмёт. Ну вообще, по поводу песни, я, кстати, хочу сказать то, что, мне кажется, у каждого есть вот эта песня, которая где-то в подсознанке она есть. И ты выпиваешь, и потом она такая, золотое кольцо. И ты такой, я откуда знаю эту песню? Знаешь, когда ты поёшь, и ты даже не смотришь на слова, но ты знаешь слова и сам удивляешься. Такой, постучалась дома! Или стоп, стоп, стоп. Виагра! Начинает там шоу. Мне кажется, нельзя просто спеть стоп, стоп, стоп. Ты всегда должен петь. Да, да, да. Стоп, стоп. Вот! И мы возвращаемся, и начинаем орать громко-громко эту песню пою. А я всё летал? Да, А я всё летал. Я же так и знал, что там... Это, на трезвую голову не получается. И я слышу, как кто-то орёт, типа, что вы делаете, поворачиваются, и это эти надзиратели наши, которые ночью патрулируют. Надзиратели? Ну, по ощущениям... Подожди, ты учился там или отбывал наказание? То и другое. Там действительно были очень жесткие правила. Может, просто тебя выводили, типа, был какой-то специальный день, и тебя просто выводили куда-то. Да, в сумочке. Вот, и мы слышим, и вот эти админы бегут за нами, и у меня, конечно, включаются, я говорю, я здесь на визе, меня вообще нахер тут депортируют, я больше никогда не смогу въехать. А все остальные, они были белыми людьми, у них были богатые родители, вообще было срать на всё. Родители могли всё выкупить в этой жизни. Мы начинаем бежать, и вот эта моя подружка, которая со мной на одном этаже жила в одной общаге, и она начала что-то падать. И мне, типа, как друг, мне нужно же подойти помочь, пойдём побежали. У меня включается депортейшн, депортейшн, депортейшн. Мне сейчас нужно бежать, бежать. И я, зная, что она ни хуя не дойдёт со мной до входа, я бегу ко входу, я знаю в голове, что у неё нет этой ебаной карты, я открываю и за собой захлопываю дверь. Бегу, лифт не дожидаясь, по лестнице аварийной, бегу на свой третий этаж, закрываю, чук-чук-чук, быстро бросаюсь в кровать, типа, сплю. И слышу, как они разбираются на улице, её задержали. Это ужасно. Подожди, это ещё не всё. Подожди, а она была тоже из Азии? А? Она из Азии. Нет, белая девчонка звали. А, ну тогда лучше. А, ну тогда лучше. А, ну тогда лучше. Родители там что-то с нефтью, с ДО, там недвижимость. Вообще плевать. Тебе надо было просто убегать и говорить, у тебя всё будет хорошо. Ты меня извини, да. И на следующий день, я помню, я посидел только, бля, они сейчас белые тут. Ты просто, по идее, знаешь, ты на съедение отдал им просто её. Мне кажется, если бы даже она не споткнулась, надо было ей подсечку сделать, чтобы забирать её. Вот, и мы бежим, а я сплю, все дела, слышу, как её забирают, там с ней разбираются. Сейчас ещё утро, узнаю, что там её на отчисления ставят. Типа, всё. И я такой, бля. И потом я понимаю, что она, оказывается, мало что помнила. И я ей в лицо говорю, I don't remember, что там происходило. Сразу резко я забываю весь английский. Типа, как же это слово называлось на английском? Пытаюсь там выйти из ситуации. То есть она не помнит? Она не помнит, что случилось. А я дурочку резко включаю. Типа, мы с тобой бежали, ты что-то потеряла сзади. Но мне кажется, это вот Дерия, там наш друг. Типа, ты видимо за ним побежал, перепутал нас двоих. А он просто в другой общаге, в другую сторону побежал. Прикинь, она сейчас где-то сидит. И такая русский, выучила. В Лос-Анджелесе. Нет, она в Лос-Анджелесе сидит в караоке. И потом кто-то поёт, ай-я, всё. И она такая. Ёбанда Озелов. Это... Это... И чё? В итоге её отчисляют на полмесяца невысокой. Всё у неё хорошо. Потому что потом её родаки приходят и новое здание строят универов. Её резко восстанавливают. Типа мы ошиблись. Я понимаю, что мой друг, который видел, что всё произошло, он молчал всё это время, все остальные два года. Я ничего не говорил, потом в концу... Слушай, а у меня в голове все два года говорят, ля, я крыса, что я сделал? А потом хули? Я универу помог. У нас новое здание появилось. Да? Я на самом деле благодетель. Мессия. Универу нужно было ещё одно здание. Вот. Тебе надо было на доску почёта, короче. Да. И здание в честь меня должны были назвать. Вообще хорошее. Вот. И этот... До сих пор с этим стыдом живу. Мне так немножко неудобно. Ну, как-то плохо, честно говоря. Я... Браво, браво. Давайте поаплодируем. Классно. Великолепная история. Офигеть просто. Офигеть. Офигеть просто. Офигеть. Или как ты бы сказал, О май гад. Что, сразу сдаёшься или... Или у тебя есть тоже история, где ты взяла белую американку и выбросила в окно. Чтоб она собрала. Я могу сдаться. Но я могу рассказать и сдаться одновременно. Я знаю, у тебя хорошие истории. Нет. Не надо. Короче, у меня реально постаёт. Да, давайте поаплодируем Веронику и её истории. Спасибо. История, за которую мне действительно очень стыдно. И я до сих пор хочу её переиграть. Но тоже, как говорили великие люди... Вот. Я... Цитаты других азиатов. Да. Я, короче, дружила очень много, долго с девчонкой в универе. Прям, знаете, эта дружба, когда вы прям, ну, не сосётесь, но до крови. Вы вот так... Сосётесь до крови? Нет, не сосётесь. Не сосётесь? Не сосётесь до крови. Ручки держите на крови. Ну, вы там ходите с ней. Ну, там, если куда-то идёшь в другую компанию, ты сторис от неё скрываешь, чтобы она не заболела. Ну, вот такие отношения. А-а-а. Такие супердружеские. Чтобы просто не расстроить её. Да. Потому что она говорит, а чего вы меня не позвали, вот это... Потом объясняться приходится. Ну, такая, которая можно по всем вопросам всегда. Да. Вот. И у меня... Мы очень долго с ней дружили, и в какой-то момент вот эти... Короче, ну, бывает такое токсичное отношение дружеские, когда ты... С парнем встречаешь, что он чуть-чуть мозги трахает. Ещё и подруга... И я такая думаю, ну, это так дело не пойдёт. Надо с этим справляться. И мы перестали общаться с ней. Подожди. Она тебе мозги парила. Ну, чуть-чуть. 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 Ну, я имею в виду, ну, вот в сторис я скрывала от неё. Почему? Ревность проходила. Что... Знаете, вот это школьные разборки, когда вы куда-то... А, это школьные? Это было в универе. В универе. А, в универе. Да. Но разборки как будто бы школьные. Да, если я сейчас чувствую тупым, я такой... Подожди. Ага. And you know. Не, на самом деле. И у нас такие были детские... Детская дружба, когда ты не можешь ни с кем дружить, кроме меня. Вот так вот. И в какой-то момент я такая, ну, надо сказать стоп. Сепарировать. Халас. Да. Халас. Надо сказать этим отношениям стоп. И мы с ней перестали общаться. Ну, просто. Ну, вот. Она ходит, живёт своей жизнью, и я живу своей жизнью. И опять повторюсь, мне очень стыдно, действительно, за эту историю. Потому что проходит несколько лет. Вот. А я, как бы, чувствовала эти абьюзивные отношения в отношении к себе. Ну, как-то... Абьюз? 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 Абьюзивные, да. Ты предлагаешь сейчас? Абьюз? Ладно? Да, вот здесь вот. Короче, проходит несколько лет, и она говорит, Вероника, нам надо с тобой поговорить. Я такая, ну, допустим, давайте. Мы с ней встречаемся. Ты уже на вы с ней разговор. Настолько вы долго общались. Она такая, здравствуйте. Здравствуйте. По имени, отчеству ещё. Мы с ней встречаемся, и я выбираю людное место. Вот. И она... Людное место? Ты думала... Ты думала... Ты думала, она тебя завалит? Я не знала, что ожидать от этого разговора. А она как бы сказала? Ой, Вероничка, привет. Нет. Она говорит... Она пишет мне в дарикте, ты, я, завтра, встречаемся, и я хочу тебе кое-что сказать. Даже привет не было. И я такая... Охренеть, я бы не хотел такое от жены получить. Попробуйте своему молодому человеку отправить. Ты и я, завтра, нужно поговорить. И... Он уедет из страны. А я... Во мне два человека играют. Первый, который... Вероника, надо заблокировать. Ну. И второй... Или проверить. Ну это же подруга. По приколу. Ага. Стендап родиться. Шоу-историк понесу. И... Я соглашаюсь на эту встречу. Мы садимся в блюдное место, в кафе. И она мне говорит... Типа... Она мне говорит... Вероника, я хочу извиниться за те времена, когда мы с тобой состояли в таких объединениях. Я действительно тебя типа харасила. Она мне говорит. Я действительно тебе приносила какие-то вот эмоциональные, психологические травмы. Я говорю, блин, круто. Я сама не знала, что я так... Я говорю, ну и тебе счастье. И мы, короче, хорошо пообщались вот так вот. И... И она потом мне говорит... Она мне говорит... Я вообще хотела тебе признаться, что я тебя любила и состояла с тобой в отношениях. Прикиньте. Без моего согласия. Подожди, пока ты спала. Подожди, Вероника. Подожди, Вероника. Она тебе писала типа в душ без меня. Вот это... Пишала так. Ты должна была сразу догадаться. Почему не спим? Я тебя разрешала. Ты сейчас в чем? Нет. Какой пошел на тебя. Нет. Я... Я... Ну... Я взрослый человек. К тому времени... Ну это было... Да прошу неделю. Нет, нет. Это было... Это Зарина было? Мы десять раз в неделю. Мы десять раз в неделю. И... И я же взрослый человек. И она мне говорит такие вещи. Признается мне в любви человек. Ага. И моя реакция... А, и она поэтому ревновала тебя к парню? Ко всем подорота. К девчонкам и парням. Ко всем она ревновала. Да. Потому что любила. Вот. Я... Себя почувствовала в элите сериала. Эйфория. Я сижу. Ну я взрослый человек же, ну... я толерантный, и все, но она мне это говорит. И первая моя реакция на это было... ... Это типа на дороге. И меня было так стыдно в этот момент, что из всего того, скажи, Вероника, спасибо большое, ну хоть что-то такое. А у меня так, аааа, вот это что такое, блять? Хуже только отрыжку сделать. Это такой кошмар. Я на что? Я говорю, а теперь ты меня извини. Я говорю, извини, пожалуйста, это просто мои биологические, гомофобные вот эти вот порывы вышли. Я вообще не хотела, говорю. Я говорю, извини, пожалуйста, ну я тебя не любила, но уважаю. Вот то, чем ты занимаешься, уважаю. У меня шок, шок, ситуация шок-патовая. Я, ну в итоге, она поняла, она тоже поугарала. Мы сделали вид, что мы поугарали обе, но мне было пиздец стыдно. Я ехала домой, подумала, блять, ну я могла все что угодно в этот момент сделать, но не поугарать. И сейчас мы не общаемся. Почему? Не знаю. Это ты с ней не общаешься, она с тобой общается. Она общается твоей фотографией. Мы сейчас замужем. Ну вот. Офигеть, офигеть. Ну спасибо тебе, что призналась. Жарко стало. Ну мне очень стыдно за эту историю, за мою реакцию. Да, теперь нам немножко стыдно. Тебе нечего стыдиться. Ну типа. Я потом подумала, что, прикиньте, у меня за 30 лет, у меня только один бывший и еще и бывшая. Классно. Это круто. А бывший хоть знал? А не одновременно. Он говорит, это я, конечно. Вот. Не, ну тебе реально не должно быть прям стыдно. Ну нет, за реакцию стыдно сильно. А она белая? Я всегда думала. Пиши себе. Мне кажется, тебе было бы стыдно, если бы ты сказал и выбросил ее из окна. А так, ну хотя, да, неловко. Ну что поделаешь, ты такой человек. Да. Интересно решить, Вероника. Шучу. Да, давайте поаплодируем Веронику. Очень искренняя история. Привет, спасибо вам большое за то, что открылись. И, блин, чувствую себя этим Малаховым, который такой, спасибо большое. Историю. О, про Уинфри, она доводит до слез людей. А теперь в студии встречайте подругу Вероники. И она заходит, ты че здесь пиздеешь? И вот так. А теперь встречайте Джессика из Нос-Анджелеса. И она еще на костылях такая, я с тех пор хромаю. Как упал. Так. И парень с тросом. И на тросе спускается. Он вот как паук. И, блин, до него сначала блевота падает. Как предвестник этого парда. Прикинь, всегда перед тем, как он появляется, сначала просто блевота идет, как дождь. И потом он появляется. И все такие, блин, опять сейчас Серик придет. Ага, хорошо. Ну, смотрите, теперь вам нужно будет друг другу. Мы очень коварное шоу. Вы будете друг другу ставить баллы. Если вам понравилась история, два балла. Если менее понравилась, один балл. Давайте… Сравниваем две истории. Да. Сравниваем две истории. Да, да. Пожалуйста, Мадина была… Рассказывала первое, поэтому давай ты первое. Ну, блин, раз у нас постыдные истории, я думаю, что у Зи более постыдная история, типа, для него самого. Потому что Веронике, в принципе, не о чем остыдиться. Ну, типа… Как будто бы той девчонки должны быть более кринжово, чем Веронике. Ты понимаешь исхода. Я не достойно любима Дина, скажи, не стой. Мне кажется, еще кринжовее было бы, если бы Зи убегают, они… Та падает, и он такой… Депортейшн, депортейшн. И та такая… Я люблю тебя. Я говорю, спасибо. Нет, я вот так… Я всегда беру любви к тебе. Ты говоришь… И убегаешь. Вот это было бы круто. Так… Короче, для Зи я ставлю 2 балла, а Веронике это 2 балла. А Мадиня – однерку. Просто из интереса. Как дальше? Это не так. Да. Драма. Давайте. Ага. И, пожалуйста. Она меня жирный называла? Как она называла? Давайте так. Вот и настал тот момент. Подожди, подожди. Это ты была, которая встала и засасывала всех? Да? Я же вам… Я изначально же призналась. Как a fuck woman. Ну, Мадиночка… Ну… Можно ей 0 поставить? Все, я шучу. Я шучу. Зи, конечно, я тебе ставлю 2 балла. Мадина, ну, извиняйся. Хорошо. Давайте, все. А, подождите, а кто проиграл? Эээ… Эээ… Это я, получается? Я хочу это слышать. Подождите, подождите. Это четвертый персонаж. Можно Галыма тоже? Я еще тоже ставлю баллы. Я отдаю 3, 2 и 1 балл. Ага. Ну, я, естественно, 3 балла отдаю Зи. Потому что… Ну, реально. Честно, было видно вот этот, знаете, конфликт, когда ты… В секунду ты должен решить. Или… Или быть с этой белой девушкой. Но… По зуму… По скайпу. Да. Либо… Либо доучиться. И построить новое здание. Эээ… И ты выбрал верный путь. Эээ… Ты благородный азиат. Эээ… Тебе поэтому 3 балла. Эээ… 2 балла я… Эээ… Эээ… Получается, даю… Эээ… Эээ… Мадине. Мадина… Эээ… Ну, потому что… Ну, реально, это… Странная история. Эээ… Честно. Просто она… Эээ… Еще страннее становится. С каждым разом. Эээ… Ну, то есть, вы не остановились на порошке. Эээ… 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 Это еще такая мягкая реакция. Нормальная реакция. Я же… Нет… Достаточно твоего сожаления как будто бы. Эээ… Да. Поэтому тебе 1 балл. Эээ… Так, а у нас есть кто-то, режиссер, кто считает балл? Нет. Ничья, здесь. Эээ… Дай тебе аплодируем, Зим. Оооо, дай тебе аплодируем. Ооооо! Можно я им обеим выберу наказание? Ээээ… Мне стало интересно очень находиться в этом шоуе. Получается, у нас проиграли сразу две девушки. А мы даже при людях не будем делать, кто же проиграл. Мы обе просто будем наказание делать. Ну, это первое шоу, поэтому да, я еще не придумал правила. Пожалуйста, вот такие вот у нас карточки. Выбираем, что... Блядь, он мне сейчас самое худшее выберет. Так, Веронике сейчас. Да, учитывая коварность Зи, давайте лучше рандомно. Просто вот так вот вытяни. Так-так-так-так-так-так. Давай вот это. Так, Веронике, сделать временное тату стендап Астана. Нормально, нормально, я согласна. Она сделает в самом невидном месте. Можно на груди? Давай выберем место. Я шучу. Она может на заднице никто не увидит, по всей видимости. Я могу низ живота. Мы это снимать будем потом. Да, мы это снимать будем. Окей, тогда позор обеспечен. Давай теперь Мадин. Над бровью. Да, над бровью. Это временно, ты можешь тем же вечером смыть. А, ну вообще, выбирайте. Только не сиськи. Давайте похлопаем. А что она сможет смыть этим? Термодине. Это я должна говорить-то. В Ростовой... И пусть это надо делать вот здесь, там, где все эти фэнси кофейни непонятные. Люди там не работают, что ли? Они постоянно там сидят. Вот там. Да, все. Я думаю, что мы выбрали задание. Давайте поаплодируем нашим участникам. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что рассказали свои истории. Спасибо. Я выполняю задание, которое обещала. Которое вы посмотрели, скорее всего. Ставьте комментарии, ставьте лайки, это все говно. Сейчас, смотрите, я... Сейчас у меня будет так, что вначале красивое, а потом все меньше-меньше, как скатится. Здесь еще не поместится. Красивенько получилось. Остану, да. Ну? Пару-поп, по-сюда. Да, мне кажется, временно я потом настоящую добью, через неделю-другую. Я так рада, что я не буду просить людей на всякие ужасные другие вещи, которые комики будут делать в следующих выпусках. Я знаю, что я буду делать, поэтому это вообще изи-писи. Это реально скатерное дело. Ты впервые в жизни наделал такой костюм? Смотрите. 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 Смотрите.